Внимание! Говорит Москва! Голос Юрия Левитана равносилен целой дивизии. Так, после Великой Отечественной войны, о легендарном дикторе скажет маршал Рокоссовский. В годы войны его тембр знал каждый гражданин Советского Союза. Для Виктора Коско, как и для миллионов соотечественников, голос Левитана стал голосом победы. У нас была радиоточка, и услышали голос Левитана, громкий такой, ясный. Наши девушки, цианинструктор, телефонистки были, они плакали. А мы салютировали, радовались, что победа за нами, что остались живы, что враг разгромлен, и человечество освобождено от этой фашистской тюмы. 9 мая 1945 года в 21.55 наконец прозвучало долгожданное сообщение. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником победы. С того дня Беларусь и белорусы никогда не забывали, какой ценой досталась нам победа. А 9 мая стала национальным праздником. У монумента победы в самом сердце столица с самого утра многолюдно. Отдать дань памяти и вспомнить своих героев. Люди идут по злому сердцу, целыми семьями. У вечного огня ни у кого нет высоких должностей и званий. Только общая память и благодарность за мирное небо. Субтитры создавал DimaTorzok 76 лет. Мы живем не слыша звуков войны. Время неумолимо движется вперед, оставляя позади важные даты. Но есть события, над которыми оно не властно, которые навсегда остаются в памяти. Вглубь времен уходит победа, но тем сильнее и пронзительнее мы понимаем величие военного поколения. Мы вновь, как и прежде, встречаем победный май, который в далеком 45-м прошлого века принес свободу белорусам и всем братским народам нашей необъятной страны Советского Союза. Чем дальше уходят в историю героические и трагические события Великой Отечественной войны, тем величественнее и грандиознее встает перед нами жертвенный подвиг наших дедов и прадедов. Тех, кто спас человечество от порабощения и истребления. Это была эпохальная битва за жизнь на земле, за сохранение рода человеческого. Великая победа добра над вселенским злом. Мы преклоняемся перед героизмом и стойкостью воинов-фронтовиков, партизан-подпольщиков и тружеников тыла, без которых невозможно была бы победа. Вы, уважаемые ветераны, подарили нам немеркнущий свет Великой Победы, путеводную звезду, которая будет вечно светить многим поколениям белорусов, придавая силы для нашего созидания, для нашего движения вперед. И только вперед, не глядя ни на какие сложности, проблемы и трудности. Им было сложнее. И они сегодня свысока смотрят оттуда на нас. И у них один немой вопрос. Выстоим мы или нет? Выстоим. Беларусь славит героев-ветеранов и всегда будет помнить ваш подвиг. Низко склоняем головы перед памятью тех, кто погиб. Скорбим об ушедших от нас ветеранов. Давайте сегодня почтим наших героев минутой молчания. Для ветерана Петра Вардамадского война началась в ноябре 1939 года в Финляндии и закончилась в 1945-м в Кёнигсберге. В наградном листе на Орден Красной Звезды написано, с октября 1944 года и до конца войны обслужил 820 успешных боевых вылетов эскадрильи. 9 мая 1945 года Петр Егорыч встретил в немецком Синбурге. Рассказывает, что летчики отчасти кричали так, что могли заглушить рев самолетного двигателя для боевого офицера. День победы. Праздник, обращенный в будущее. Рад, что все то, что было разрушено войной, мы восстановили и передали молодежи вам. И хочется сказать и пожелать, чтобы учили, строили, помнили своих дедов и мочков. И помнили, как досталась победа тяжело этим самым. Хочется сказать, будьте же достойными продолжателями наших трудовых и боевых подвигов. Война научила нас главному – идти до конца, побеждать и помнить. Сегодня я задаюсь вопросом, как и вы. Могли ли герои войны тогда подумать, что спустя 80 лет их детям и внукам придется бороться за правду о Великой Победе? За право честовать в этот святой день воинов-победителей? Это немыслимо. Что в то время, когда мы заботимся о сохранении памяти, последователи оккупантов и их приспешников, они упрекают нас в милитаризме и прославлении войны. Нас. Мы, как никто другой, хлебнули этого горя и постоянно говорим о том, что война страшна. Нам не нужна война. Подоплекая их очевидно. Мечтая о глобальном господстве, современные неоколониалисты умышленно сеют национальную рознь. Делают все, чтобы мы забыли подвиг наших дедов и страшную правду о войне. Именно поэтому нам навязывают флаги и гимны, опороченные сотрудничеством с гитлеровскими убийцами, вместо символов Великой Победы, мира и созидания. И пусть наследники нацистов даже не мечтают, что когда уйдут последние свидетели геноцида, белорусского и других народов, с ними уйдет историческая правда. Дорогие ветераны, мы никогда не предадим ваш подвиг и никому не позволим отобрать у нас вашу Великую Победу. Тем более мы никому не позволим опорочить все то, что вы сделали в своей жизни, защитив Европу от коричневой чумы. Интервью с ветеранами то и дело прерывали дети, которые лично хотели поздравить героев Великой Победы. Ада Чуркащенко о своем детстве вспоминает со слезами на глазах. Она не понаслышке знает о воинском долге и патриотизме. В 12 лет стала связной партизанского отряда. День Победы – праздник эмоциональный. Вот и глава государства отступил от протокольных слов. К белорусам обратился искренне и говорил о том, что сегодня волнует каждого из нас. После тех событий, которые прошли в прошлом году, мы несколько, ну, откровенно говоря, перенапрягли наше общество. Может, кто-то излишне беспокоится о мире и безопасности. Может, кто-то вообще в это перестал верить. Так вот, я сейчас обращаюсь к вам. Тем, кто не верит, запомните. Пока наше поколение живо, Беларусь всегда будет стоять намертво. Мы будем жить. Мы будем жить на своей земле. И я клянусь вам в этом святом месте, что мы никогда не позволим смотреть на нашу землю с презрением. Ту землю, которую вы выстояли в годы лихолетия и отвоевали. Мы будем ее защищать, чего бы нам ни стоило. Главные герои праздника, безусловно, фронтовики. Их осталось не так много. Но те, кто защитил большую страну в грозных сороковых и сегодня, несмотря на свой почтенный возраст, готовы встать на защиту своего государства. Спасибо вам. Спасибо вам. Спасибо вам, Александр Григорьевич. Это результат вашего труда. Нашего. Если бы не было вашего труда, нам нечего было бы. Ни результата бы не было. Спасибо. Мы вас поддерживаем и душой. Мы гордимся. От имени живых и павших заявляю, клянусь вам, мы с вами, мы с вами. Любую минуту позовите, мы станем рядом с вами. Нет, я уже сказал, это наше время. Мы уже вас должны встать и защитить. Александр Григорьевич, мы участники войны. Спасибо. Очень гордимся вами, что вы в самые трудные минуты выстояли. Это не каждый может. После официальной церемонии люди еще долго не расходились, несли цветы к вечному огню, рассказывали семейные истории, вспоминали своих героев. Все вместе в виденном порыве памяти и благодарности. Для нас праздник – это праздник нас всех, наших семей, наших близких, наших отцов, моего деда, который геройски погиб в этой войне. Это праздник моей мамы, которая жила одна без отца, но за эту нашу победу. Мы мирная страна, и мы сюда пришли от всей души. Мы сюда пришли, чтобы показать, как мы любим, как мы чтим подвиг. У меня воевали все в моей семье – дедушки, бабушки. У меня дед прошел один-три войны, бабушка вторая, и еще один дедушка в партизанах воевали. Поэтому для нашей семьи это действительно праздник со слезами на глазах. Для нас это праздник святой и праздник, который мы никогда не можем пропустить и остаться равнодушными. Конечно, у каждого в судьбе есть свои страницы, связанные с войной. И тем не менее праздник – это светлый, радостный, счастливый. И очень хочется, чтобы для наших внуков не повторились ни 90-е годы, ни тем более годы лихолетия, чтобы всегда такое светило солнце. 9 мая мы вспоминаем тех, кто самые сложные, первые дни войны бился в окружении до последнего патрона. Те, кто отстоял Минск, освободил Брест. Те, кто отстоял наше право на мир и независимость. И пусть с каждым годом на трибунах все меньше ветеранов. Они живы, пока мы их помним. Беларусь помнит. Юлия Бешанова, Андрей Невгородцев, Телекомпания СТВ.